Здравствуйте, я думаю, вы знаете, на каком мероприятии вы находитесь, да, но хочется спросить, поднять, попросить руки тех, кто видел фирминги в Милиберти, чтобы мы понимали, насколько предметно может быть, ну, большая часть, да. Скажите нам о себе. Окей, давайте начнем. Представлю сначала участников. Слева от меня сидит Кирилл Михановский, режиссер и со-сценарист фильма «Гимми Либерти», далее Максим Стоянов, исполнитель одной из главных мужских ролей в фильме, или со-продюсер, со-сценарист фильма и Николай Андреев, переводчик. Вчера у нас был Q&A, мы успели обсудить какие-то вещи, но вот то, чего мы практически не коснулись, это процесс работы над сценарием и его трансформации в ходе тяжелых съемок. Поэтому хотелось бы попросить вас рассказать об этом для начала. Спасибо. Давайте я быстро начну, такое небольшое вступление. Поскольку, значит, это мастер-класс, у нас, у меня не было времени подготовиться, было предложение. Мы, кажется, с вами общались, да, Леша? Очень непростая ситуация была с выходом фильма во Франции, путешествия, переезды. То есть мы не подготовились ни со слайдами, ни с какими-то кадрами, видео и прочее, прочее. Но, тем не менее, будет правильно сделать общение полезным для всех нас, чтобы оно было по существу. Как вот Леша сразу выбирает по существу такую вот дорожку, по которой пробежаться, чтобы это было действительно полезно о том, как делалось кино. То есть о ремесле, да, вопросы конкретные, ответы тоже будут конкретные, чтобы это было не просто воспоминание, там, не бенефис, а просто мы что-то такое узнаем новое, практичное и с этим уже идем в мир. Значит, ну что, сценарий, как создавался и как он претерпевал какие-то там трансформации в процессе. Алиса, мой коллега, соавтор сценария, начнем с Алисы. Ladies first, вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы с Кириллом работали до этого на проекте, который был очень непрактичный, с моей точки зрения, большой, более 50 миллионов долларов бюджета. Сай-фай фильм, научно-фантастический фильм. И нам хотелось сделать в следующем что-то, чтобы было бы очень специфично и привязано к данному конкретному месту, к Милуоке. Кирилл очень много рассказывал историй о своей первой работе в США, его первой работой было как раз-таки водить микроавтобус для людей с ограниченными возможностями, как наш главный герой Вик в фильме. И все эти истории были очень смешные, очень увлекательные, и мы подумали, что вот это был бы хороший трамплин для создания истории, для фильма. Что мы из этого выносим, да, как урок, это то, что географическая локация, то есть какой-то вот объект, условно говоря, город, деревня, они могут быть отправной точкой для сценария, кинофильма, да, то есть город как персонаж, да, как главный персонаж, если хотите. И в данном случае именно это и произошло. Город как персонаж. А дальше вы уже отталкиваетесь от своего опыта в этом конкретном городе, да. То есть если говорить о работе с сценарием, начаться может все с города как персонажа. Мой учитель Борис Фрумин, для него он часто работает, использует пример преступления и наказания. Опять же Петербург, это как главный персонаж произведения преступления и наказания вообще. персонаж и мотив творчества Достоевского. И проход, например, Раскольникова по городу, это как настроение, как передача состояния героя. Поэтому опять же, город как состояние, город как опыт, город как личный опыт, город как главный персонаж, это то, о чем говорит Алиса. Так что я беру со своим правилами, которые выбирали, кто виноват, город как главный персонаж. И я знал, что в этой книге мы также были созданы для нон-акторов. И люди мы встретили в Миллаке, начинали информацию о книге, как мы пишем. Typically, я пишу очень структур, и я пишу в очень определенной форме. Это было интересно, и в другом методе, чтобы работать с Кирилл, потому что мы имели разные методололики, и иногда были конфликты. Я училась в 3 прекрасных методолики, у которых из Кубани и из-за традиции о книге. И одна из ее рулений, вы всегда идете через всю свою книгу и видесь в шаттур, и видесь в шаттуре, и видесь в шаттуре, и тогда вы начинаете знать, где вы не нужны язык, где вы не нужны язык, где вы не нужны язык, где вы активно работаете. Но когда вы пишете с человеком, это более сложнее. Вы работаете, и есть конфликт, и есть коллаборация. И я думаю, что от этого происходит, что если вы используете конфликт продуктивно, это может быть очень интересным. Мы начали писать этот script, и там были несколько операций из этого. И я думаю, что одна из самых важных вещей для этого проекта это не дождаться. Если вы знаете что-то, и вы знаете что-то, я очень много работаю для театра и пишу обычно свои сценарии соответствующим образом, но в этом случае я знала, что сценарий будет написан в том числе для непрофессиональных актеров. И это полностью изменило мой подход к созданию сценария. Кроме того, люди в Милуоке, с которыми мы встречались в ходе работы, они оказывали большое влияние на сценарий в ходе работы над ним. Обычно я пишу особым образом, с очень структурированным образом. Здесь же мы работали с Кириллом вместе. И это была совместная работа, не лишенная конфликтов. Но эти конфликты можно использовать продуктивно. И, собственно, эти конфликты мы продуктивно и использовали. У меня было три больших учителя в сфере создания сценариев. Одно из моих наставниц с Кубы говорило, что важно всегда сделать шаг назад, посмотреть на этот сценарий, прочтя его полностью, посмотреть на персонажей, где они находятся в тени, где на них стоит бросить немножечко больше света. И ты сразу понимаешь, где нужны действия, где нужен экшен, где нужно подчеркнуть, высветить этого персонажа еще больше. Но когда ты работаешь, опять же, с кем, то это всегда и совместная работа, это всегда и определенное противостояние. Когда мы начали работать над сценарием, конечно же, он претерпел сразу несколько итераций. И главный урок, который я вынесла бы из всего этого, это то, что главное не задаваться. Если ты чувствуешь, что все получается хорошо, если ты чувствуешь, что идея жива, нужно просто продолжать работать. И я бы сказал, что в конце концов, я была очень счастлива, чтобы иметь трех менторах. И они мне дали, что я называю, «Акорн-мод» и «шадо» – теория рисования. Моя первая ментор – Кен Кизи, великим американским писателем. И он сказал, возьмите свою идею, это акорн. Не говори об этом. Не говори людям об этом. Не говори об этом. Не говори об этом. Сверховый. Убраться. Не, не хватает трех. Не дайте это идти. Не готово. Не надо это делать. Не надо действовать. Не надо менять. Не надо действовать. И если ты, если ты продлежал самопроизводитель, потерпеться, это будет большой. И появится, как ты даст землю. И чем у нас Кенеча! И Шамас Хиний. И Шамас Хиний – He's a brilliantly unassuming Irish poet who won a Nobel Prize. And he always said he knew about mud, so he wrote about mud. And you must understand, if it's the smallest thing, you write about that. So in a way, we did both of those things with this script because we didn't talk about it initially with other people. We developed it and kept the idea close. And then we wrote about what we knew, because it was a city where we both were living. And we knew it well, we understood it, we understood the fiber of the city. Coming from different places in it, and having had different experiences. And I think that's very reflected in the script. Mud? Mud? Dirt. Dirt, yeah. Я говорил о трех наставниках, трех людях, которые я считаю своими наставниками. Второй человек – это Кен Кидзи, знаменитый писатель. И у него есть теория желудя. Он говорит о том, что когда ты что-то пишешь, твоя идея – это желудь. И это очень ценная вещь. Ее не нужно никому показывать. Его не нужно сначала никому открывать. Даже не желудь, а зерно, из которого прорастает что-то, мне кажется. Ну, это… Acorn. Acorn? Acorn. И этот желудь или это зерно, как говорит Кейрилл, важно закопать и никому не показывать. И подождать, пока оно прорастет. И как только оно действительно прорастет, если процесс пошел хорошо, то вырастет что-то невероятно хорошее. В этом случае дуб, если это желудь. Второй наставник или второй человек, которого я считаю наставником – Маташи Мусхини. Известный ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии. Он говорил о том, что он пишет о грязи. Почему он пишет о грязи? Он отвечал на это просто. Это то, в чем я разбираюсь. И в этом работе над фильмом мы как раз таки следовали этим трем принципам. Принципу тени, который я упоминал ранее. Принципу желуди и принципу грязи. В том отношении, что мы взяли идею и мы дали ей вылежаться. Мы дали ей прорасти. А принцип грязи мы просто писали о том, о чем мы их очень хорошо знаем. Мы писали о нашем городе. Этот город, который для нас стал родным. Мы знаем его ткань. Мы чувствуем этот город. И при этом наш опыт проживания в этом городе был невероятно разным. И в соединении этого разного опыта как раз ценность нового сценария, который мы произвели на свет. Алиса очертила очень четко, не осознавая того, на самом деле, границы территории нашего с ней конфликта постоянного. Из которого родилось то кино, которое вы видели. То, что Алиса все это время говорила о литературе. В то время, как я говорил, что написание сценария – это не литература. Вы просто не дали мне договорить. Как раз-таки третье, что я сейчас хотел вам сказать – это снова вернуться к твоей сцене. И о том, что мы как раз-таки, сделая этот фильм, выводим его из тени, ставим эту идею на ноги, и она начинает работать. Звучит гениально теоретически. На практике это был дьявольский опыт. Сценарий – это просто важное, на самом деле, что мы выносим из этого. Полезное для нас всех. Есть сценарий, а есть литература. И спутать эти две вещи нельзя ни в коем случае. Алиса действительно писатель, Алиса действительно драматург, Алиса сценарист. Но для меня очень четко есть разграничение между сценарием и литературой. Так же, как, например, есть музыкальная композиция и музыка для фильма. Музыка для фильма – это тоже музыка, понимаете? Но голоса человеческие, диалект, интонация – это все музыка. Но это же не симфоническая музыка, понимаете? Но понятно, что вам нужно получить классическое образование, допустим, музыканта или композитора для того, чтобы… И плюс понимать кино, язык кино, наш общий товарищ, коллега, мой близкий друг, Женя Гальперин, Евгений Гальперин – композитор кинокартины «Лавлесс», «Нелюбовь», «Дылда» и прочие картины. Вот он один из немногих людей, которые понимают, что написание музыки к фильму – это совершенно отдельная профессия. Поэтому то, чем мы занимались, мы писали сценарий. Понятно, что основы, заложенные литературой – это важно очень. Проговаривать многие темы важно, теоретизировать очень важно. Но в написании сценарий есть главное – это сюжет, да? Это сюжет, это вот структура, без которой никуда. И при всей нашей культуре и литераторстве, понимаете, без вот этих вот главных шарниров мы никуда не можем двигаться. Поэтому есть литература и есть сценарий. Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Я думаю, что все, конечно, на самом деле – это структуре, но это очень важно. И это, интересно, что я учусь очень хорошо. Потому что без структур, плей может быть не так. Это структур, но это не очень страшно. в этом scriptе, потому что мы у нас были большие измерения, которые были большие измерения, и люди были очень трудными. Вы знаете, мы... И люди любили мир, но они были трудными в этом фильме, и поддерживали это. Поэтому мы понимали, что мы нужны структуры для фильма, что было что-то, что люди могли бы подумать, как эти миры были вместе. И, наконец, это была то, что это было 24-х годов. Пока, я не знаю, если вы видали фильм и думали, это было то, что это недавно, но это сдавать в данный момент, это структура, что люди смотрели на аналоговую двуме, и сказали, что это все-таки, это было такого, другого тому времени. Перед움. Мы идем из этих... Абсолютно согласна с Кириллом. Самое главное сценарий, это, конечно же, структура. И я научилась этому, когда работала и продолжаю работать для театра, потому что без структуры пьеса полностью распадается. И с этим как раз-таки в процессе написания сценария у нас была большая трудность, потому что вначале, пройдя через несколько итераций, мы столкнулись с огромным миром. Мы создали в этом сценарии огромные миры, которые всем нравились, но собрать эти миры воедино и сделать из этого фильм у нас никак вначале не получалось. Поэтому мы поняли, что когда доходишь до определенной точки, нужно браться за структуру, нужно сделать какой-то крючочек, которые, эти крючочки, зацеплялись бы друг за друга, и люди бы начинали понимать, что да, действительно, это цельный фильм, это цельная структура. И в нашем случае этим крючочком или этой структурой стал 24-часовой день. Я не знаю, заметили ли вы, когда смотрели этот фильм, но все его действия – это с утра и до поздней ночи. Это 24 часа, это сутки. И даже если вы этого не заметили, то это было тем решающим фактором, которое позволило, честно говоря, собрать нам для этого фильма деньги. Просто потому что, когда мир большой, всем это очень нравится, все влюбляются в персонажей, но деньги под это мало кто даст. А когда структура понятна, тогда это облегчает решение для тех, кто финансирует проект. Потому что они понимают, ну да, это кино о таком сумасшедшем дне, где все идет наперекосяк, это бывает у каждого, все понятно. И когда мы это финансирование получили, начались уже другие трудности. Я думаю, Кирилл сейчас об этом тоже расскажет. Ну, условно разобьем сценарий, наверное, на две категории. Есть Альфред Хичкок, есть, опять же, это условно. Мы берем крайние примеры, да, есть Андрей Тарковский. Андрей Тарковский очень много говорит, кстати, о сценарии, очень интересно. Цитировать сейчас не имеет смысла, вы можете все это прочитать. Я считаю, это написано внятно, правильно и исчерпывающе. И главная концепция заключается в том, что нельзя делать совершенный сценарий, просто превращается в какое-то мертвое существо, с которым уже ничего не сделать. Нельзя доводить его до совершенства. Он должен оставаться живым, дышащим организмом. В случае, например, с Хичкоком, где все зиждится на сюжете, и по его кокетливому признанию он даже, в общем-то, не любил, старался избегать процесса киносъемок. Мечтал о том, что вот было бы здорово взять сценарий, вложить в какую-то машину, чтобы оттуда уже вышел фильм. Но насколько это правда, я не знаю. Может быть, ему как-то там тем не все равно нравился процесс съемок. Хотя, безусловно, это было достаточно хлопотно. Но в любом случае необходимо сохранять свежее отношение к сценарию. И когда ты продолжаешь собирать деньги в течение, пытаешься собрать деньги на фильм, на сценарий в течение двух с половиной лет, надо сохранять свежее отношение к материалу. В принципе, если бы мы нашли деньги на первую версию сценария, какая бы, насколько выдающаяся картина бы получилась, не знаю, но получился бы фильм, документ того состояния, документ нас, меня того времени, документ того места и географии и прочее, прочее, прочее. Но этого не происходило. Поэтому мы продолжали работать, то есть переписывать сценарий, наверное, каждые три-четыре месяца. В какой-то момент, это было уже на втором году, кажется, мы отошли от сценария, мы сделали картину, полнометражную картину, так вышло, по-хулигански, за девять дней, не имеющие к это никакого отношения. Мы устали ждать, у нас были какие-то небольшие средства, мы это сделали. А потом, опять неожиданно возник интерес к сценарию одной группы, мы вернулись к материалу, и вот здесь произошла главная перемена. Он из восьми-девятидневного превратился в однодневный. Это сделала Алиса, пока я монтировал картину. Алиса удачно поменяла сценарий на восьмидесятидневную структуру, на однодневную. Повторяю, что такое резюме, да? В общем, важно сохранять свежее отношение к материалу. У меня была лично такая история, когда я жил со сценарием в течение трех лет, и к моменту съемок, оставалось несколько недель, я смотрел на сценарий, я понимал, что эта картина уже не заинтересована. Я не могу ее сделать, она мертвая, я уже снял ее три раза. В общем, это, мне кажется, то есть вот это вот параллельно шел поиск финансирования и параллельно для сохранения свежести отношения к материалу. Мы же, ну не то что меняемся, мы переживаем этот материал, изживаем уже, да? Если мы его не отбрасываем, нужно сохранять как-то искусственно-неискусственно свежесть отношения к нему. А с чем была связана вот эта перемена важнейшая в сценарии, что вы решили сюжет уложить в один день? Это была какая-то производственная необходимость, финансовая или нет? Нет, это был ход. Наши партнеры, экс-партнеры, которые были заинтересованы в материале, им очень понравился мир, им очень понравились персонажи, им все понравилось, им понравился наконец-то город, в котором это будет происходить. Они сказали, мы чувствуем, вот нужен какой-то толчок, нужен какой-то ход, который все это сделает, вынесет на уровень, сделает это более, наверное, легким, удобоваримым. Слишком, наверное, всего действительно было много и было неподъемно. И Алиса решила это втиснуть в рамки одного дня. Понятно, что-то выпало, он стал менее расплывчатым. То есть, вот эта вот 24-часовая структура, она все собрала, организовала. Это был не монтаж, не надо путать с монтажом на странице, нет, это была просто новая структура. То есть, вместо расплывчатой, условно говоря, деревни, у нас появилась такая вот четко очерченная улица. То есть, все устранилось. Все совершенно неожиданно, мы могли, отойдя на шаг, увидеть всю картину одним взглядом. Вот так вот, наверное. Это было новое решение, которое отражало просто наше отношение к материалу, скажем так. А еще хотел вопрос задать, догонку, насчет сценария. Вы уже сказали о том, что город стал частью сценария, одним из героев. Про вокальное комьюнити хочется спросить. Насколько оно стало органической частью? Или насколько из него вырастал сценарий? В общем, какую роль он принимал в его формировании? Ну, конечно, когда ты работаешь, пишешь уже на конкретный город, ты пишешь на конкретную географию. То есть, здесь, конечно, какие-то сцены мы представляли себе четко, в какой части города то или это будет происходить. Это не просто помогает, но это является, наверное, одной из главных составляющих процесса. Вот то же самое, например, проход того же самого Раскольникова. Мы знаем, по какой улице идет, где поворачивает и прочее, прочее. И представляя себе это, конечно, писатель, автор, зная хорошо географию, зная тональность города, свое отношение, свой опыт, это оторвать нельзя. Вот мы беседовали сегодня, кажется, с Тимуром. Я видел две картины «Преступление и наказание». Одна была в Сан-Паулу, Бразилии сделана, другая была в Буэнос-Айресе. По мотивам «Преступление и наказание» катастрофа, я не знаю, как это воспринять. То есть, мне кажется, что тут редкий случай. Теоретически, конечно, можно представить себе «Преступление и наказание» в любом другом городе. Но в реалии формально, формально переносим действие в Милуоке или формально переносим действие в Москву. Но это же есть форма, но ее надо наполнить. А наполнение идет от города. То есть, в ней, я думаю, вырвать того же самого Достоевского из контекста Петербурга – это невозможно. И вот там, где есть формальная сторона вопроса, а есть мистическая сторона вопроса. Так вот, мистическая сторона вопроса – этим не заполнить. Бразильцам не удалось. Они формально перенесли, а заполнить нечем. Понимаете совершенно? Так вышло. На самом деле, я думаю, что, может быть, не в том же самом масштабе, но можно сделать такую условную параллель, что почему мы не отказались от съемок в городе, почему ушло три года поднять деньги? Потому что мы отказались снимать, где бы то ни было. Потому что мы считали, что перенеся эту историю в другой город, мы придадим идею, придадим вдохновение, придадим опыт, придадим участников, под которых мы уже все это делали. И вот так вот. But I think more specifically as well, with respect to particular characters who inhabit the film, we got to know these groups. And we got to know, in particular, people with disabilities who appear in the film, it took actually three years of getting to know these people, gaining their trust, and gaining the trust of their caretakers. And in some instances, there are people who have cognitive disabilities. So if you have a scene written, and you have someone who has a cognitive disability, you're really not going to have them do necessarily, although in some instances we did exactly what you've written, so the scenes begin to adapt to the people who populate the film, and that happened a great deal in the course of making the film. Особенно хочется сказать, что те персонажи, которые населяют фильм, это люди реально существующие, и мы с ними знакомы были лично. Нам удалось за три года не только познакомиться, но и заручиться их доверием. И не только доверием их, но и доверием их опекунов. Потому что здесь надо понимать, люди с инвалидностью, а многие из них имеют когнитивные нарушения, это такие люди, которые не всегда способны делать именно то, что написано в сценарии, что вы хотите, чтобы они делали. И ровно поэтому сценарий в ходе этой работы продолжал адаптироваться под то, что эти люди могут и готовы сделать. Это происходило уже на площадке. Сценарий, в принципе, опять же, есть Хичкок, который пишет сценарий, и здесь точно все идет по сценарию, никаких отклонений. Тут вопрос абсолютного контроля. Отсюда съемки на студии, один и тот же свет, одни и те же облака, одни и те же тени и прочее. В данном случае эти границы были очерчены очень четко в процессе работы на сценарии. Понятно, нужна структура для того, чтобы сделать бюджет, для того, чтобы... В принципе, я процитирую Атара Исилиани. Исилиани говорил, не знаю, придерживаются ли Исилиани этому мнению сегодня. Он говорил всегда, сценарий пишется для продюсеров. То есть кинокартину действительно надо продать. То есть надо продать. Вот. Дальше наступает другой процесс. Вот. И мы договорились. Я говорю, что сценарий как чертеж. Понятно, что когда работаешь с непрофессионалами, когда работаешь с инвалидами, понятно, когда... Вот по такому принципу делаешь кино, понятно, что значительная часть создания произведения... Это подготовка к съемкам. И сама съемка. И так далее. Поэтому вот таким образом, да. Но чертеж нужен. Очень четкий, ясный для продюсеров, для инвесторов. Другая важная социальная часть в сценарии и фильме это русско-белорусско-украинско-мигрантское комьюнити. И вот хочется включить Максима тоже в разговор. И поэтому разделить вопрос на две части. Первый. Насколько изучение этого сообщества. Ну понятно, что у вас есть свой личный опыт, но тем не менее, какие-то полевые исследования или, может быть, процесс кастинга тоже привнесли что-то свое в сценарий. И в процессе подготовки роли, насколько погружение в этот мир тоже было важно и насколько оно повлияло. Про мигрант, про русский взаимодействие. Ну, насколько это было частью работы, подготовки роли и как это повлияло на роль? Мне кажется, я понял. У меня все, все, что уже утверждено режиссером, я имею в виду и персонажи, и партнеры, это все влияет на роль. Если ты с ними особенно взаимодействуешь. Не важно. Была бы там иммиграционная семья из Зимбабве, это тоже было бы важно. Но то, что это были советские наши граждане, можете сейчас что-то плюнуть в мне в лицо, но я до сих пор сожалею, что Советский Союз развалился. Я не сторонник Советской Системы, но мне жалко такой страны. Просто, мне кажется, была очень крутая страна. Могла бы быть невероятной. Ну, не об этом. И когда встречаешь людей, которые были цветом нации той страны, на которых держался железный занавес, и сейчас они уже в таком почтенном возрасте, и покинули эту страну, эмигрировали в другую. Вот я вчера Кирилл говорил про Семена, он там в нескольких эпизодах есть, его в войне не было. Ему заново чуть ли не пришили ноги, у него колени стерлись, а он всю жизнь там на кнопке сидел и защищал советские границы от американских ракет в городе Диксон. Это за Норильском, это за Северным полюсом. За Полярным кругом, в смысле. Представляете? А потом где-то, он что-то говорил потом в Казахстане, он всю жизнь военным человеком, который защищал свою страну от как бы потенциального врага. И так вышло волею судеб, его сын эмигрировал туда, у него жена была, там у сына, жена, какие-то были возможности, и они эмигрировали. А отец не хотел в жизни туда ехать, а сын его убедил, а он уже лежал, похоронил жену, и он лежит у себя в Казахстане или в Оренбурге, где он там... Семен Палатинским был, да, в конце. Ну я имею в виду, когда надо пенсии, и ходить не может, человек уже просто, что такое не ходит, человек просто вроде-то здоровый, а колени стерлись. И ему сын предоставил какую-то информацию, чертежи какие-то, что вот в Америке, в Штатах тебе заменят эти колени. И он говорит, я с пенсионерами иногда даже в футбол бегаю. Он говорит, я не мог поверить, что это возможно. Просто парадокс, меня еще вот эти вещи впечатляли. Это парадокс какой-то. А Аркадий, дедушка, который играл, он говорит, мне удивительно, почему эта страна воспылала ко мне такой любовью? Я же ни дня на нее не проработал. А тут и пенсию, и медицину, и все. У меня этот парадокс с точки зрения какой-то логики человеческой, это парадокс. А с точки зрения системы, это не парадокс. Это страна, которая защищает своих граждан, неважно, кто ты. Если ты уже в эту команду приехал, все, ты как бы... Хочу быстро добавить, там был спор, который не вошел в кинокартину. Стихи, которые он декламирует, они написали вдвоем. Исполнитель. Дедушка и Анна, лидер. Да, и там была одна фраза, такая строчка, Анна, там страна, что-то там тебя, твоя родина что-то вытолкнула, выгнала, я не помню конкретно. И Аркадий заменил эту фразу на другую. Он говорит, никто меня не выгонял. Говорит, что такое? Это был идеологический спор. Меня наоборот, меня не выпускали из Донецка. Они очень не хотели, чтобы я уезжал. Они уговаривали, чтобы я остался и прочее, прочее. Никто меня не выгонял. На самом деле, погружение произошло. Я расскажу немножко Максиму, потому что Максим театральный, классический актер, выдающийся актер школы Константина Райкина. Вот то лучшее, что сегодня в России есть. И приезжает человек, который привык работать с профессионалами. И говорит, слушай, я, Кирилл, говорит, я помню, ты по телефону еще сказал, что они говорят, слушай, давай без этой самодеятельности что-то там. Я предупредил Максима о том, что происходит. Да. И вот Максима я привожу на первую репетицию с театром, и он понимает. Я помню, как я на тебя разозлился первый раз, потому что ты говоришь, вы вот здесь самодеятельный театр. Я говорю, какого черта, слушай, что ты им говоришь самодеятельный театр? Ну им обидно. Да нет, Миловик. Это серьезный, да-да-да-да-да. Нет, просто нет отношения, потому что, и нет, это было правильное на самом деле. Мы с тобой сразу договорились. Давай так, это серьезные артисты. И Максим перестроился, и правильно, корректно это сделал. Понимаешь, да, это же был первый опыт работы. Вдруг Максим понял, что от меня, в принципе, зависят, зависят они все. И они действительно от тебя зависели. Особенно, когда им невыносимо было находиться в этом вене, потому что там воняет солярой, выхлопами, и холодно, и просто уже не готовы были убить Кирилла. И Кирилл просто уже не знал, что делать, и убегал. Максим, иди поговори с ними. Я просил Максиму рассказать какие-то анекдоты из театральной жизни. Сбавь атмосферу, потому что там была одна Рим, она готова убить тебя, она уже там чуть ли тенью матом не крыла. Как понимаешь, ситуация очень напряженная. Раз, слился Максим. Я говорю, советским гражданам, физкульт, привет. И давай там с ними ха-ха-ха, что-то рассказывать. Как-то сбавили, Кирилл заходит. Ну что, дублик? Давай, погнали. Еще раз. Аркадий, Зиновий, Арканев. Давай, вот эту нашу. Это было, конечно, нет. И вот эта вся часть фильма, эта вся часть энергии, которая фиксируется каким-то чудом на камеру. И вот этот человек, он пытался по крупицам, исходя из вот этого, то, что вокруг нас окружает, выцедить эту энергию, хотя бы и бережно ее зафиксировать в камеру. Я не знаю, как на одной ноге трофа, землетрясение. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста, давай. Вот, хорошо. Все, идем дальше. Вот это, мне кажется, чудо. На самом деле, то, что мы так долго искали деньги на картину, сработало на нас, потому что в итоге мы превратились немножко в таких видеографов бесплатных. Я все время их снимал, их представления. И в соцработников, потому что мы в течение почти трех лет приходили в этот центр для инвалидов. И это стало частью нашей жизни. Поэтому, если говорить о методе работы, мы не планировали провести три года с людьми. Мы думали, что это получится гораздо быстрее. И у них было какое-то доверие к нам, может быть, не такое, не столь глубокое, каким оно было к концу трехлетнего нашего общения. Но оно было. То есть, наверное, мы могли бы с ними работать, но, еще раз говорю, что в эти три года мы общались и погружение было полным, очень глубоким, очень глубоким. Я не знаю, кто себе может позволить такое, понимаете, потому что, действительно, это очень много времени уходит на это. Мы не знали, что на это идет три года. Но то, что нужно, наша задача очень простая. Люди, которые участвуют в картине, не эксплуатировать их, а просто любить. Когда ты работаешь с любовью, то есть, мы не ангелы, у нас есть профессия, у нас есть работа, нам надо сделать кино. И это кино показать людям. Это очень сложный технический бизнес-процесс, по большому счету. И то количество времени, которое мы вложили, это не самое практичное времяпрепровождение, скажем честно. Но не жалею. И в результате, действительно, получилось трехлетнее погружение, глубокое. Максиму это удалось сделать за две недели, в него влюбились сразу. Подстроиться, это совершенно новая методика работы для Максима, потому что две недели, за две недели, еще, может быть, я не знаю, одна-две недели съемок, потому что по классической методе все-таки нужно все объяснить. Почему я иду налево? Что произошло с мной в пять лет? А как я беру пирожок? С какой эмоцией? Просто Кирилл не знает, как снимается кино в России, пускай думает, что так. На самом деле, мне повезло, что я был изолирован от всех проблем. В Милоках у меня никаких дел, кроме съемок, не было. Никаких. У меня не было ни знакомых, ни родственников. Когда ты в Москве или в Питере, у тебя все время какие-то дела появляются. Тебе надо... Здесь прибежал на съемку, отснялся кое-как и побежал на спектакль. И это немножко ты рассеиваешься, ты просто уже занимаешься каким-то... Ипотеку надо платить, кредит, то есть все, и тебе уже плевать уже как-то. Есть более интересная работа, менее интересная, главное, чтобы работа была. А там уже некуда было деваться, там мне некуда было идти. Кирилл еще переживал там, что кто-то из пенсионеров не мог, кто-то мог. Я говорю, Кирилл, ты не волнуйся. Я могу всегда, у меня никаких дел важных здесь нет. Это был юмор. И это тоже помогло, потому что мне удалось изолироваться, я был как на небитаемом острове. Я просто ничем не занимался 24 часа в сутки, кроме как этим фильмом. Вот с практической точки зрения, просто для тех, кому это интересно, кто в профессии, мы проговорили персонаж, мы проговорили внятно его историю, придумали ее с помощью Максима. Многие вещи, на самом деле, были придуманы Максимом, по персонажу, по его истории. Многие, понятно, что мы выбрали Максима по определенным характеристикам и биографическим фактам и возможностям. Максим – это удивительное сочетание, это очень важно, сочетание прошлого и настоящего. То есть Максим – это квалифицированный высочайшего класса актер, шекспировский, чеховский актер, но при этом есть прошлое, с которым потеряна связь. Вот эта связка нам была очень важна. И проговорив персонаж, можно уже позволить персонажу существовать в кадре. То есть не нужно же какие-то вещи объяснять, какие-то необходимые есть задачи, есть состояния. Мы их проходили, мы их добивались. А какие-то вещи, понимаете, уже можно отпустить, отдать актеру на съедение, потому что мы персонаж уже знаем, мы уже понимаем, как он будет, с какой твердостью ступать левой ногой или правой ногой, какой наклон будет влево-вправо. То есть он уже знает, как, например, обживать квартиру. Понимаете, он, зная персонаж Дима, он знает, что все интересно, все живо, у него аппетит, понимаете, у него желание постоянно действовать, ему все любопытно, у него чешется спина и так далее и тому подобное. Поэтому с практической точки зрения так можно. А можно еще контролировать полностью. И тогда, например, Брессон, великий режиссер, безусловно, там совершенно другие задачи. Там совершенно другие задачи, все проще, условнее, проще с точки зрения не так барочных, скажем так. Но достаточно сложно и глубоко, конечно. Я думаю, я бы хотел сказать специфика, как и два неактёр, которые были актёрами в фильме. Крис, который играет Виктор, и он является электричным. Он никогда не действовал. И для Крис, я думаю, это было очень сложным. Он был прекрасным, но он был бы двигаться и действовать. И он никогда не работал с режиссером ни одной из какой-то. Я думаю, Максим помогал Крис в eraseе иномыслия. Я знаю, я знаю, ты где. glicrire, Р gruppа. Когда Крис бы просто просто не делать, не жаля, не вечерся, и он говорит, вот это как бажа, а это как連 это riots я nailis auellenям, это хорошо. Яился, katёп, пукор. И я думаю, я думаю, там было Hermит Цзак, тр acab trials. Максим Яна, Позones каким он и сильноridge сотрудничества и также оченьczneатрие с institutionами Я хотела бы отдельно сосредоточиться на роли, на вкладе двух главных непрофессиональных актеров в этом фильме. Во-первых, Крис, исполняющий роль Виктора. Он электрик, он вообще раньше никогда не играл нигде, ни в кино, ни в театре. И поэтому для него было невероятно сложно. Он вообще не знал, как именно работать с режиссером. Иногда были моменты, когда он просто останавливался и говорил, слушай, я вообще не понимаю, что сейчас делать и что сейчас происходит. И я знаю, что Максим очень сильно помог Крису. Он объяснял, что делать нужно так и так, реагировать нужно так и так. Максим говорит, что я сразу же сказал ему, добро пожаловать в клуб. Поначалу действительно, надо признать, был большой хаос. Вику, то есть Крису, необходимо было одновременно и вести машину, и играть свою роль. И поначалу, на первых днях съемок было очень тяжело. И большую роль в том, чтобы процесс наладился, сыграла Лоло. Вторая непрофессиональная актриса в нашем фильме. У нее был боковой аммиотрофический склероз. У нее инвалидность. То есть Крису, мы были так счастливы, потому что он является актером. И он был действительно центральный линжпин. И он был в том, что все эти истории. И он помогает нам сцены. Он помогает нам сцены. Когда мы сцены не работали, он понимает, что делать как актер. Лоло тоже. Это было очень интересно. Она была полностью интенсивная. И она была очень интересная. И она могла сделать так, а потом так, и сделать это правильно. Максим у нас был огромным, вернее, счастьем для нас. Потому что Максим профессиональный актер. Он действительно собирал все эти линии воедино. Он знал, как лучше сработает та или иная сцена. Он мог подсказывать всем. И то же самое делала Лоло. Но Лоло делала это интуитивно. Она могла дубль за дублем воспроизводить необходимые, нужные нам эмоции. И это было действительно невероятно для человека, у которого нет вообще никакого опыта. Кроме того, она вносила еще и организующее влияние для нашего съемочного процесса. Просто потому, что ее день был очень жестко структурирован. Поэтому, мне кажется, Лоло была тем самым недостающим кусочком пазла, после которого все встало на свои места и сложилось. У нас не так уже много времени остается, поэтому, думаю, может передать вопросы. Две минуты хочу пополнить. По поводу профессиональный, непрофессиональный, знаю, не знаю. На самом деле, это дурной тон, когда артист знает, как играть роль. Когда роль у него в кармане. Как говорил Аркадьевич Райкин, наша профессия – это такая ретивая лошадка. С него так легко слететь с этого седла, потом обратно не впрыгнешь. И мне кажется просто, что когда Крис не знал, сомневался, это, мне кажется, самое важное. Просто вот этот человек, режиссер Килл Механовский, я уверен, что он заставит медведя сыграть Чехова. Я имею в виду в смысле тоненько, как Чехова, животного медведя сможет сыграть, заставить. И мне кажется, все дело в режиссере. И мне кажется, мы все просто… Он подобрал таких людей, с которыми можно было работать, неважно, профессиональный он артист или непрофессиональный. Он, мне кажется, в первую очередь смотрит на индивидуальные качества, на душу человека. Потому что Крис невероятный. Я даже не ожидал, что он такой классный человек, что он такой открытый, честный. Ну подумаешь, не читал он там Шекспира, ну подумаешь, не учили его на мастерстве держать внимание. Ну то есть это так, настолько было неважно. Просто надо было его услышать, довериться ему и с ним сцепиться и идти дальше. И это очень круто, что этот человек разоглядел и позволил это нам сделать. А я уже как-то сообразился и влился в эту компанию. Ну что, переходим к вопросу? Есть вопросы? Спасибо большое вам за фильм. Он потрясающий. Меня поразила та театральность, которая в нем есть. И теперь я понимаю, откуда это. Это восхитительно. Я получила огромное удовольствие. Я хотела вас спросить, при всем таком сложном процессе, делали вы какой-то в конце смены предмонтаж, отсматривали? Это все только сборка в конце была? Я не отсматриваю ничего. Алиса отсматривала что-то. Нет, монтаж начался с нуля в мае 2018 года. И это была камера страха. Каждый день был провальным. Каждый день мне казалось, что сцены потеряли. Потом что-то там появлялось на второй день, на третий. Да, это был новый, важный этап. Был период, когда я... Дело не в том, что вера. Я не видел картины в материале. Но потом начало что-то появляться интересное. Где-то недели на третий появилось ощущение какой-то непонятной энергии, очень интересной. Какое-то чудо произошло. И дальше задача была просто убедиться в том, что эта энергия проходит через всю картину. И слава богу, удалось собрать все от начала до конца. Были какие-то детали, которых не хватало. Но мы поняли, и поэтому у нас была короткая досъемка. Но я за себя скажу, у меня не хватало сил ничего смотреть. Я ничего не видел. А раскадровки были у вас? Мы немножко поработали с оператором по каким-то движениям, по выбору линзы. Но, в принципе, могу сказать, за оператора и за себя мы были не готовы к съемке картин. Потому что получилось внезапно решение... Как сказать решение? Возможность снимать появилась совсем незадолго до съемок. И мы долго о ней говорили, мы долго так формально готовились на расстоянии. Но вот промять все сцены на объектах, внятно сделать Лола, наша гениальная актриса, она прилетела. Первый раз я ее видел воочию за день до съемок. И первая сцена была вот эта вот ссора между ними, когда они орут друг на друга. Прямо передавали. Это была первая сцена в жизни. И вот так вот. Но, как говорит Стивен Фрирс, когда его спросили, известного режиссера, как вам удается такие... Такой Алла Верды, да? Как вам удается от актеров такого добиваться? Он говорит, я выбираю хороших актеров. Так что нам очень повезло, конечно, с актерами. Дай им Бог здоровья. Сколько профессиональных актеров было? Профессиональных только Максим и Даша Якомасова. Даша, короче. Я хочу добавить, что я смотрю на дали, и я смотрю на дали, и я смотрю на дали. Что я смотрю на дали, как я смотрю на дали, и я смотрю на дали. Но прежде чем мы получили что-то, и у меня смотрю на дали. Я был один, который сказал, что я поднялся. Я поднялся. Я поднялся, и я поднялся. Я не хочу поднялся, чтобы я поднялся. В short, мы должны были рецептать эту комнату в другую сторону. И мы должны были... У него был блестный дизайнер, который был рецепт в доме, в доме, в институционной школе, в середине ночи, потому что Лоло уехала в 10 часов вечером. Это было самое плохое. Это было когда я поднялся в продюсер-классе. Это было самое плохое, чтобы рассказать кому-то, потому что все было потянуто. Было очень холодно. Мы снимали всю ночь, чтобы получать риот-сцену. И мы сделали это. И он сделал магию, просто магию. И ты не можешь сказать... Я не думаю, что даже я могу сказать, когда ты поднялся между этими комнатами. Это потрясающе. Что касается ежедневного отсмотра материала, да, я это делал, но не с творческой точки зрения, просто потому что его было слишком много, и принять какие-то осознанные решения было невозможно. А с той точки зрения, записалось ли и получилось ли в общем или не получилось. И был один момент, когда я была абсолютно уверена. Мы облажались. И Кирилл тоже говорит, что эта сцена, когда он ее снял, он вышел и тоже сказал. Я облажался. И это была сцена в локейшене, куда мы не могли уже вернуться. Это то, что вы в фильме видите как спальню Лоло. Мы снимали там всего лишь один единственный раз. И поэтому нам пришлось переснимать эту сцену, воссоздавая интерьер этой спальни в совершенно неприспособленном для этого месте. Наши прекрасные декораторы сотворили действительно чудо, потому что нам пришлось делать это, во-первых, ночью, во-вторых, в помещении общественном в образовательном учреждении, и делать это пришлось экстренно, потому что Лоло необходимо было уехать на следующий день в 10 утра. И это тот момент, который я ненавижу больше всего, потому что мне пришлось об этом сказать всей команде, а все были невероятно усталые. Мы снимали весь день, было холодно, все были абсолютно измотаны. И тем не менее чудо свершилось. И я уверен, что даже я не могу отличить то, что я вижу на экране, от того, что было изначально в этой спальне. Все сработало. Спасибо. У меня тоже вопрос режиссеру. Вы знаете, я не профессионал, я не очень понимаю, что вы подразумеваете под структурой, особенно в споре со своей коллегой, что когда говорите, есть литература, есть сюжет, поскольку литература тоже предполагает своего рода сюжет. Но вопрос у меня вот такой. Я прочитал, что вы учились на антрополога, как я понял. И у меня вопрос, какая связь между антропологией, в вашем понимании, и кино? Это своего рода такая типа визуальная антропология или это вообще отказ антропологии и уход в другую сферу деятельности? Спасибо. Нет, я не учился на антрополога, не верьте тому, что пишут. Я учился на самом деле филологии, linguistics это называется, языку. В данном случае связь самая прямая, кино это тоже язык. Более конкретно монтаж это язык. А формально у меня основной профиль был это лингвистика, а дополнительный был под профиль. Действительно антропологии нет, антропологией я не занимаюсь, я занимаюсь языком кино и только этим. Структуру называйте как угодно. Сюжет. Сюжет, литература. Я могу, например, первая часть записка из-под поля, это не сюжет, простите. Это внутренний мир, глубокая психология персонажей. Это не сценарий, это состояние. Понимаете, это мне напоминает, как поставили, шутка была, поставили в Мариинке, кажется, балет Надежды Константиновны Крупской. Перед исполнителем главной роли стояла сложная задача передать базедовую болезнь средствами пластики. Понимаете, об этом речь идет. Что есть сюжет, а есть погружение в экзистенциальный мир персонажа. Вот об этом идет речь. То есть надо четко разграничивать литературную, литературу и долгие описания переживаний от сюжета, где происходит действие, которое влияет на следующую сцену и так далее и тому подобное. Вот и все. Вот о чем идет речь. Так что называйте это структурой, называйте это скелетом, называйте это сюжетом. Мы говорим об одном и том же. И просто хочу добавить по поводу художника-постановщика. У него бюджет был две тысячи долларов на всю картину. Сильный человек гений. И какой урок мы можем из этого вынести? Собирайте соратников, людей, которые любят то, что вы делаете. Первый вопрос должен быть не о бюджете, первый вопрос разговор должен быть о творчестве. Если они любят, тогда они будут готовы пойти на какие-то жертвы. Надо начинать разговор, общаетесь с оператором, например. Оператор почитал сценарий, первая встреча. Пусть говорит о видении. Первое общение – это видение. Если человек говорит о творчестве, а деньги – потом. Потом договоримся. Но если начинаются первые вопросы с бюджета, значит, с этим человеком просто работать не надо. Мы говорим просто о том, что нам вынести из этого общения. А сцена, о которой Алиса говорила, финальная. Это была за несколько часов до ее отлета. И они в кадре реально засыпают. Это был финальный фрагмент, где они засыпают на плече друг друга. Они оба заснули в 8 утра, и мы их снимали спящими. Всю ночь провели они на улице, на морозе, на холоде. Потом в спортивном зале какого-то общественного комплекса в гетто. Одном из самых опасных районов Америки. Самым высоким процентом убийств на тот момент в Америке. Голые стены вот этого института. И он действительно воссоздал обстановку уютной комнаты главной героини. Мы понимали, как мы снимать будем. Там какой-то свет. Мы работали на крупных деталях. И даже была такая шутка, что он с туром отправится по всей Америке. Просто воссоздавать ту комнату в разных помещениях. Я ответил на ваш вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что-то не можете сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже хочу добавить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА shooting in the middle of our production where I had dropped Kirill off to go into the house where Tracy's family lives and I turned around as he was going inside and I saw a car drive by and I thought did I just see what I thought I saw because I saw people in it seemed to point guns out the car and then I heard pop 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 and I turned to one of our grips and I said was that was that gun he said no it was probably fireworks but no 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 it wasn't so I immediately drove around because my son was actually helping our production designer and I raced over to the place we were using as our holding which is a center in the inner city and one of my producing partners had come out to his car at the moment the guy in the street who was the target turned and shot back and it turned out that we had gotten the car we had a lot of it in our we filmed it because that car had been driving around the day before and and knowing it was this is a testament to how segregated and complex Milwaukee is the police didn't want any information they just asked us if we wanted more security so Kirill упомянул что мы снимали в опасных районах это были действительно очень опасные районы и мы даже были свидетелями перестрелки которая свершилась на улицах милуоки ровно как в то время когда мы снимали нашу картину это как раз бы было в тот момент когда я кирилла оставила и по и по поехала к тому месту где находилась квартира трейси и обернулась и увидела что что-то происходит не то и даже подумала я действительно увидела именно это или может быть мне это показалось потому что я увидела что проезжает машина из нее люди достают автоматы достают оружие и на кого-то это оружие нацеливают а потом какие-то звуки то ли выстрелы то ли еще что-то я спросила у коллеги действительно выстрелы я действительно мне не послышалось он говорит да нет наверное фейерверки но тут я поняла что фейерверков никаких и нет а конечно же я очень взволновалась потому что и мой сын помогал в ходе съемок он тоже был на съемочной площадке и в тот момент самый когда человек в которого стреляли из этой машины развернулся и дал ответный ответную очередь один из членов нашей команды как раз таки садился в машину стоящую неподалеку самое интересное и это хорошее напоминание того насколько сегрегирован город милуоки и насколько ситуация в нем не очень хороша это то что та машина где сидели люди стрелявшие в человека на улице она уже курсировала по району и в предыдущие дни и случайно попала в кадр в том числе наших съемок но полиция никак не захотела получать от нас информацию не захотела ей воспользоваться они просто спросили ну может быть нам вас чуть-чуть получше поохранять у нас есть время на один мне кажется вы были первым давайте а кстати про антропологию вас в официальном пресс-релизе написано в биографии официально это да 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 я резко ответил но здравствуйте у меня такой вопрос три года это конечно безусловно очень сильное и потрясающее погружение но могли бы рассказать немножко про практическую сторону вопроса как получается сохранять свежесть к своей идее к своему сценарию не но не угаснуть и вот пройдя этот путь скажите то есть вот сяра можно было допустим где-то ускориться и как бы поделитесь советом практикой если есть или все прямо было цельно и без этой работы был бы не тот спасибо этот фильм результат именно всех этих ожиданий падений вставаний и борьбы вот так получилось это отражение всего этого опыта пройденного упростить ситуацию можно было во первых переехать другой город снимать в другом городе там где есть льготы на съемки возвращает правительство этого города возвращает там 40 процентов 35 40 процентов вложенных денег была возможность взять на главные роли роли известных актеров была такая возможность это упростило жизнь нам здорово наверное сняли бы в течение года двух довольно быстро мы отказались и переезжать другой город снимать другом городе и работать с известными актерами например актриса известная лупита ньонго чернокожая актриса нам предлагали вот с ней пообщаться были уверены люди предлагавшие нам эту идею что она согласится и понравится но для нас это было неприемлемо даже ни на минуту не остановились задумываться об этом ну в общем да были возможности компромиссов которые серьезно изменили бы результат итог это было бы совсем другая картина я даже нельзя рассуждать на тему хуже и лучше просто вот совсем другая картина можно только гадать так что что было бы с обнимать как девочка родилась кажется еще долго могли бы разговаривать но к сожалению плотная программа нам нужно заканчивать поэтому пил максим элис если хотите давайте по финальной какой-то реплики мне было страшно драться в мил когда мы снимали сцену драки и там чернокожий а вот этот чем там мужчина этот не тот который в ушанке а другой его лица не видно он настоящий боксер смысле в прошлом весна тяжеловес он боксировал в свеции на разогревающих боях перед боем ленокса льюиса а также он был за деньги был такой грушей для кличко ну спарринг-партнер называется и мы с ним как-то тоже разговорились и мне было даже а кирилл когда купить тоже с ним прям прям что называется за родину за матушку и в этом районе тут стреляли воло этот наших и честно ну не было стрёмно я думаю чё сделать и надо сделать натурально не пол ноги как не дай бог что-то понёшь его переклинит в общем это было любопытно такой мне кажется он зафиксирует на камеру тоже какие-то эти флюиды энергетики здесь раппетер и 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 вы поделитесь в своем сердце, и тогда это превращается в любом сердце. И это требовало очень много энергии. Кирилл и я, действительно, были две мулы, и мы не могли бы сделать это снова. И мы не знали в начале. Я не знал, что мы бы сделали это. Но это было как это было, и я думаю, в процессе, что было в ней, есть что-то очень магическое, и это функция этого невероятного процесса. И много энергии, очень хорошая энергия, которая подпишет ее вперед. Я не знал, Максим, об этой истории. Тогда ты бился прямо хорошо, и я такой был счастливый этим вечером. Прямо не знала, что все настолько было страшно. И я уже вчера говорила, что настоящее творчество начинается тогда, когда ты действительно вкладываешь в него душу. Это был проект, в который мы вложили душу, и сердце, и очень много энергии. Мы с Кириллом были той командой, в общем, единственными членами команды, которые долгое время вообще несли эту идею вперед. И я не уверен, хотели бы мы повторить этот опыт, зная наперед, как это будет, как трудно это будет, как долго это будет. Но в конечном счете, те трудности, они и дали нам тот волшебный рецепт, ту магию процесса. И эта энергия, которая родилась в ходе этого фильма, она, безусловно, положительна. Я хочу коротко добавить, я не знаю, по идее это обмен, вернее, мы делимся опытом, который кому-то может пригодиться теоретически, если в зале есть люди, которые занимаются чем-то близким. Я просто хочу этим людям сказать, и отвечая отчасти на, кажется, ваш вопрос. Ваше кино никому не нужно. Если вы завтра прекратите заниматься тем, чем вы занимаетесь, это никто не заметит. Но если оно нужно вам, тогда оно появится на свет. И тогда что-то произойдет. Понимаете, о чем я говорю? То есть, в первую очередь, должно быть важным вам. Потому что в мире очень много кино, очень много режиссеров, всякого рода там, всякого рода деятелей, понимаете? В первую очередь, должно быть важно вам. Тогда вы уже это сделаете. Так что, если вам это полезно, имейте это в виду. Я знаю, что если я перестану делать кино, не заметит никто, кроме меня, моей мамы, наверное. Мои сестры. Можем ли мы выложить в общий доступ сценарии? Не уверены. Я согласен с Алишей, что сейчас это возможно. На самом деле, нам надо, наверное, договориться о том, какую версию сделать доступной, если мы это сделаем. Да, потому что... Да. Потому что было очень много версий. Ну, была финальная версия, по которой мы двигались, которую мы уже так отдали на съедение второму режиссеру. Вот. Ну, финальная ли это? Ну, подумаем. В общем, попробуем. Посмотрим. Если это кому-то нужно. Я не уверен. Полезно вам. Я понял. Это интересно. А? Фильм пересмотреть нужно? 1 августа выходит. 1 августа. Замечательная компания A1 Films выпускает фильм на сотни экранов в России. Это великое дело. Вообще, компания A1 Films – гениальные ребята. Полюбили картину с первого взгляда. Причем Петербург! Впереди планеты всей. Понимаете? Кажется, одними из первых сказали «наша». И это произошло за месяцы до Каннского фестиваля. То есть, они нас полюбили еще не коронованных. И это очень приятно. И вот, на самом деле, в России, наряду с Францией, это две первые державы, великие кинодержавы, в которых кинокартина нашла признание, которые выпускают на широкий экран. И больше всего экранов на сегодняшний день как раз именно в России. Больше, чем во Франции. Так что это большая привилегия, честь и большое дело. Так что, пожалуйста, если картина вам понравилась, а я полагаю, она всем понравилась. Она чего здесь сидеть слушать, нас мучается. Вот, расскажите всем своим родным, близким, вашим тысячам, ваших друзей на Фейсбуке, Вконтакте, не знаю, одноклассники, что угодно. Давайте сделаем такую акцию, и все пойдем смотреть кино во всей России. Это будет очень... Мне кажется, это важно, поддержать это кино. Вот. Да, если можно, небольшое объявление. Если кто-то не видел картину вчера на Новой Голландии, то ближайший показ до проката будет 31 июля в Англитерии. Поэтому приходите. И потом, собственно, после 1 августа фильм будет показан на 100 экранах в России. Спасибо. Если есть вопросы будут, пишите нам в Facebook. Give Me Liberty Productions. Ответим всегда. Рады нашим поклонникам. Все такое. Это Give Me Liberty the Movie на Facebook, на GML. А, окей. Правда. И да. И следуй. Мы на Инстаграм, на Фейсбуке. Мы же выпечем. На Фейсбуке мы называем Give Me Liberty the Movie. GMLTM. Информация по прокату в России доступна в компании Иван. По прокату во Франции в компании Wild Bunch. И Music Box прокат в США. Очень жаль прерываться, но, к сожалению, мы вынуждены. Поэтому спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо американскому посольству. И тоже объявления относительно